Здравствуйте, золотые наши пиоплы! У меня вопрос, можно? Давай. Пиоплы это люди? Да. Ясно, спасибо. Ну, people, я всегда в детстве читал пиопли, и поэтому пиоплы... Всё хорошо, всё хорошо. Мы сегодня продолжаем, смотрим 24-ю из серии... Чародеек, будь здорова. Продолжение саги о несчастных повстанцах, которых в прошлой серии засосало дерево, и сейчас они проходят сложный период жизни, их будут освобождать сегодня, потому что серия называется «Освобождение повстанцев скукота». Но я надеюсь, это будет интересно, потому что осталось всего ничего. Потому что это, ну, третья серия с конца. Это финал. Уже всё должно начать происходить. Ну, когда же уже? Сейчас. «Освобождение повстанцов скукота» «Освобождение повстанцов скукота» «Освобождение повстанцов скукота» «У тебя сейчас голос сядет». «Что-то я на соток решил переборщился». «Да». «Реально, я вообще-то не сдох. Прикинь, умереть на реакции, потому что ты, блин, дурачился, реально просто задохнулся от слюны». «Не-не, аккуратно». «У меня так дядя умер». «Не-не-не, аккуратно». «Ну, не мой, не родной». «Мне на него в целом плевать, это какой-то сосед». «Чародельки». «Ух!» «Я пытался». «Спасение повстанцев». «Да-да-да, я уж всё сказал». «А чё опять громко очень?» «Я сделал тебя потише». «Спасибо». «Я первое увидела». «Я первое увидела». «Я первое увидела». «Я первое спалила». «Я первое заметила». «Ну-ка, улицу сможешь вспомнить?» «Улица Красностроителей, чё-то там». «Красногварди...» «Нет, улица». «Красно чё-то...» «Красное чё-то». «Напишите, напишите, с какой улицы». «Стойте». «Мне кажется, все остальные такие...» «Какая улица?» «О чём они говорят». «Что за улица?» «Да было шо ли?» «Мы шо, смотри, шарадейка нашли?» «Или улицу какую-то сучу вспомнили». «Поберегите силы для врагов». «Я вспомнила, Краснодонская». «Краснодонская». «Краснодонская». «Людям нужна еда». «А мы люди! «Следовательно, нам всем нужна еда». «Так они же заложники». «Это не мешает нам быть людьми». «Хотя технически мы не люди. «Мы люди-меридиана». «Но в рамках этой терминологии» «Мы всё равно люди». «Всё равно кушать хочется всем!» «Как бы я ни назывался!» «Счётки нет им». «Но он большой!» «Ой, большой!» «Клупец! «Если ослабеют для допроса, нам не сдобровать!» «Счётки!» 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 «Может, он тоже хороший, типа, он тоже из сопротивления просто приходится на фобуса работать». «Он из сопротивления самим собой!» «Ему всё так это не нравится! Он так этому сильно сопротивляется!» «А почему это вот? Внутренние сопротивления не противопоставляются внешнему?» «Может быть даже быть стражником и мучиться от того, что ты не можешь сменить работу?» «Это тоже очень сложный и тяжёлый процесс!» «Да, да, да!» «Я хочу посмотреть на мучения стражника, который метается в своих идеях!» «С одной стороны да, с другой нет! Как мне быть?» «И посвятить этому целую серию!» «Да ну это скучно, смотрю, там целую серию!» «Ну мне скучно было!» «В первый раз нам показали не горизонтальный...» «Ой, стоп!» «Не вертикальный, а горизонтальный портал!» «А когда ведь видели...» «А-а-а-а-а!» «Горизонтальный портал!» «Нет, только что!» «Буквально!» Я никогда не видел. Великолепно. Какой же Балмотай. Как не любить в аду? Поэтому... В аду... Ну, в целом. ...за 10 лет. Ты нужен мне. Ты важная часть плана. А что ж, девчонки, первое правило. Если затея опасна, не стоит рисковать потери многих. Она опасна, затея. А на Бланка насрать? Нет, но он в меньшинстве. Ну, то, что он маленький. Да я поняла, поняла. Ну, кстати, да, он же маленький. И это тоже может учитываться, если мы говорим про меньшинство. Видишь решетку? Я подниму, а ты отвлеки его. Отвлечь кого? Найдет. Нихрена себе. Может, надо предупредить сначала? Три, три сантиметра от этого шипа. Я сначала думаю, ну ладно, не буду душнить, что открывается портал, и ты можешь рухнуть без страховки вообще на все, что угодно, включая и эти шипы. Ну, это прям вообще опасно. Не, ну а чего он даже не предупреждает Бланка, с чем ему придется работать? Это как-то, ну, я совсем безответственна. Подвергает его опасно. Его! Удачи, ты сможешь! Нифига себе! Можно ли сказать, что то, что мы сейчас видим, является родственником Седрика? Похоже. Похоже. Немножко недоразвитым родственником. Немножко далекий. Далекий родственник. Дедушка. Нет, ну, типа... Не такой. Про, про. Типа... Ну... Да. Очень. Меню! Ну, цвет похожий. Как с контрольной? Вот-то я могу думать про женщина. Мне всегда нравятся эти переходы и этот контраст. Типа меридиан, на котором... И типа, как у тебя контрольная? все хорошо вот этот мальчик не обращает на меня внимание ну типа трэш такой разный мир чародейки вечно ну живут хорошо скажем честно но это надо дать должное нашей цивилизации потому что буквально 500 лет тому назад европа ничем не отличалась от меридиана боль того там даже архитектуры точно так и 100 лет назад еще был великий потоп который уничтожил что-то там и мы электричество добывали ну короче сашка любит эти я рассказал слушай но мы же не знаем могли ли быть цедрики или нет потому что если посмотреть на единственные источники а именно католические иконы и всякие гравюры тех времен там не только цедрики были там было все но ты чё помнишь страдающийся вековье с его паблик ну а что если нет что если меридиан это не другой мир а портал в другое время на нашей земле ну прикиньте просто просто в четыреста пятидесятый год при правлении великого фобоса почему нет порталы перемещают тебя не в пространстве во время ты все на том же месте остаешься прикол прикол там сжимающуюся вселенную когда калибр исходит головой корнелия опасности нет калибр пошел на разведку это ведь происходит не первый раз как я выгляжу в тюриной не хочу казаться в тюриной хочу непринужденный что ж попытайся а я тут подарок этот зверек мне почему-то тебя напомнил ты намекаешь что у меня на лице волосы у меня есть еще кое-что закрой глаза он думал что на его поцелуй этого на ее поцелуй ну нет ну ты посмотри на щечку подставил мне кажется просто покраснела нет даже просто посмотри спасибо но это что милый подарок не знаю что недовольная интонация ну что что не поцеловали я вообще считаю что это крутой подарок я даже считаю что корм это крутой подарок потому что обеспечить потому что тебе подарили живое существо но судя по тяжести корма много достаточно это же не просто игрушка это тебе целую проблему подарили а когда к этой проблеме дарят еще решение кайфовый подарок весьма предусмотрительный сюда это не змея это обычная рыба снова даже не родственник мы даже не близки к тому чтобы найти кто его отец и не тяжело держать а 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 Мам! А мне мыс? Ой, математика в три часа. Ох, я дура беспамятная. Спорить не буду. Извини, у меня свои уроки. О, какой забавный зверь. Мускардинус и Виланариус, да? Эх, наверное. Зовут мистер Хогус. Может, хватит тебе от учебы отвлекаться? Они очень круто сегодня одеты. Мне нравится парка Уилл и вообще в целом её образ. Вообще, Уилл нравится. Серая шапочка прикольная. Ну и тоже сегодня тарень такая. Мам, он не мешает, честное слово. Что ж, хоть не стена, как в прошлый наш поход. Всегда идём направо. Есть такое поверье, что в лабиринте всегда нужно идти направо. И ты к чему-то придёшь? Да хрен знает. Но почему-то, когда у тебя нет выбора, говорят, иди направо. Мне кажется, какое-то суеверие, нет? Вполне себе. Если идти по прав... Вы слышали этот прикол? Если идти по правой стороне, то ты чего-то там, куда-то да придёшь. Я придумал это. Интересно, что Калеб никогда не раздражается. Да и вообще девочки никогда не раздражаются на Бланка. Наверное, это хороший пример того, как надо вести себя с детьми. Потому что Бланка прямо олицетворяет ребёнка. Да, да. И я просто не замечаю, что на неё прямо орут или что-то в этом духе делают. Да, Калеб иногда жёстко с ним обходится, как настоящий батя. Бросает его прямо в пекло, чтобы он, наверное, научился чему-то. Но мы никогда не видели, чтобы его оскорбляли. Да. То есть он воняет, он доставляет проблему. Но они очень темно рады с ним относятся, очень заботливо даже как-то. Да, это очень интересно. Кроме тех моментов, когда Калеб его кинул к змее. Но это опять же, я говорю, это объясняется суровым характером отца, который берёт и бросает тебе на растерзание, чтобы ты чему-то научился. Нет? Не знаю. Не думаю, что в таком ключе интерес. В подземелье вторглись чужие. Я займусь ими. Так вот, кто она? Она похожа на тлю маленькую. Фу, мерзкая. Только огромную, большую тлю. Ещё и мохнатую. Миранда? Мы были неправы, это был не стражник. Хотя технически это может быть стражник, только другого вида. Но все мы не верили, что это не настоящий человек. Не, ну мы все понимали, что это реально не человек, но... Да, это жутко. У Фобоса есть хоть один человек в его арсенале твари? Ну, получеловек есть. Да, но кроме этого. Я не знаю. Только кухарки. А эти, да, хотел сказать, пекари, женщины. Ну, вот именно люди, как вид у него на службе есть, кроме прислуги. Да, почему кроме-то хоть? Чем они тебя не устраивают? Не, ну смотри, вопрос... Чего приближённый круг? Да, привилегированность. Немножко обидно. Не помню, не помню. Человек вообще славится своим первенством во всём. Обычно, знаешь, заметил, большинство людей это повстанцы. Вроде слышала голос. Мне нравится дверь скрипучая. Он специально её не смазывает, чтобы каждый раз, когда она открывается, слышать и превращать, типа... Гениально! Реально. Он так... Да, 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 да. Да, примерно. Это как-то представляет. Я её не видел. Элёна, надо отдохнуть. Ведь коронация через два дня. Вот я и искала её. Ха, кто-то должен обучить меня придворным танцам? Что смешно такое. Спасибо, что выручил. Блин, если честно, меня Элёна начинает раздражать. Просто какая-то тупая, блин. Ладно. Ну, я извиняюсь, да, перед всеми пагунниками творчества Элёна. Ну, вообще, в целом. Но... Она вроде была прикольной поначалу, у неё была какая-то драма, типа, родители её не понимают, друзья её кидают, и тут Фобос, и корон... Ну, типа, что-то вот было, да, интересное. А сейчас она просто какая-то тупо-орыл, тупо-орыльская, типа... Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Цветочки, народ, меридианы, подруги, я вас убью! Тебя раздражает, что она не может заподозрить что-то неладное? Не знаю, я пока не могу понять, что у меня... Или тебе не нравится, что она в целом на стороне Фобоса? Она ведёт себя как дура, вот меня что раздражает. Ну, как? Я пока не понимаю, реально не понимаю, что именно меня раздражает, как будто бы всё так же, как и раньше, да? Вы можете меня в этом, ну, как бы, упрекнуть. Но я не знаю, ну, вот подбешивает конкретно. Ну, а какой у неё выбор? Её всё окружение обставлено так, чтобы она ненавидела вообще и чародеек, и всё на свете. Да дело не в ненависти к чародейкам. Слушайте, оставьте меня в покое пока, что с этим. Возможно, тебя раздражают обманутые девочки. Нет, меня именно Эллион раздражает. Ну, вот, у неё странное поведение, тупое поведение. Мне пофиг, что ей 13 лет. Не могу, раздражает. Ну, это, кстати, интересно, потому что здесь почти всем... Всем, да, 13 лет. Вернуть его назад, всё равно, что обидеть Мэтта. С ним да нянчится веселее, чем с моим братцем. Парни злобный. Честно, пару дней не больше, и моя мама сдастся. Ох, не пора ли Калибу вернуться? Калиб, Мэтт, вы можете говорить о чём-то, кроме своих парней? О, СМС-ка от Мэтта. Надо встретиться. Это чё, трон? Догоняюсь! Догоняюсь! А я так и не понял, куда они идут, чё они расследуют? Нам это не объяснили. Или мы, как всегда, прослушали? Мне кажется, не объяснили, я не помню. Опять! Мы сделать круг! Ты чё, катапульта? Ложка просто. Нет, это не ложка, это катапульта. Нет, там большое какое-то животное живёт, это его ложка. Что непонятного? Ну, в целом, а почему я решил, что это катапульта? Ведь это действительно похоже на столовую ложку. Это ложка. Да. Это наш единственный выход. Ложка. Не хотеть, я не хотеть! Поздно, дружок. Не дает камни, метнёт и нас. Миранда. Ну, тоже круто. Выстрелить себя в неизвестном направлении, непонятно, чем закончится траектория твоего полёта. Что там вообще? Пустота, может, какая-то? Обрыв? Шипы? Огонь? Да вообще, в целом, меридиан. Меридиан. Там падать везде больно. Давитое болото. Ну, наверное, они упадут в воду. Куда ещё? То есть, они выбыли обратно? Что, какая цель была? Они, то есть, пошли, пробрались через этого змея, рискуя жизнью Бланка, покрутились там, повертелись, поняли, что ходят кругом и катапультировались обратно к порталу, откуда вышли. Да, 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 так и было. Ничего не понимаю. Мелко выставьте меранди, она любит мясо с дужком. Причём, любопытно, они проваливаются под воду, когда это нужно, и ныряют, будучи вышвырнуты из катапульты, но при этом по этой же самой воде ходят стражники и катаются эти колёса смерти. Типа, не глубоко. Ну да, тебе реально должно было даже повезти. Это же чистое везение, что ты попал на болоте именно в то место, где глубоко. Ну да. Везучие парни. Блин, Бланк, похоже, не успеет. А кто ему открыл? Ну, Уилл, наверное. Вилл. Или как там её? Уилл. За весь сезон так и не научилась её правильно называть. Мой дедушка сказал, от витаминов так шерстко блестит. Как будто от этих витаминов так жёстко прёт, мой дедушка говорил. И шерстко блестит, здорово. А, шерстко блестит, это жёстко прёт... Ой, всё, мне уже не надо отдохнуть. А, ну чё-то... Я думал, про что они говорят, они, оказывается, про... А, было это не нравится, Антека, блин, на весь вечер. Будем говорить об этом зверьке, я уже ненавижу задушить, которого можно немножко поговорим обо мне, да, куда движутся наши отношения, что нас ждёт в будущем. Ну, типа, вот такие вот разговоры меня привлекаются. Что должен был подумать Мэд, да, вот, как оказалось бы? Прибегает парень, который выше его, где-то на четверть. Да, не обязательно какой-то контекст романтический. Он не прибежал, как... Да, не обязательно, но что первое? Как будто случилась какая-то беда. Ну, что в первую очередь ты подумаешь? Даже если это не романтично. Ну, что ты в первую очередь? Ну, что-то в их компашке случилось, и нужна помощь была. Тебя это не касается, потому что ты не в их компашке. Не знаю, я в первую очередь подумал, это романтический кондитет. Встреча. Мы едины. Как он нашёл её среди всего города? Как они друг друга находят? Видимо, город небольшой, не знаю. Ну, вот нашёл, нашёл, всё. А, сейчас опять начнётся. Мы едины. Едины. Потом у нас будет вода. Потом огонь. Воздух. Потом воздух. Нет, огонь, потом воздух. А потом земля. Кстати, ни разу не упоминалось. В песне нам написали... Да, 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 да. Вода там два раза, типа, под волосном и пламя. И вода, и воздух, и волны лихой прибой. Опять вода. Где земля? Да, чё за хрень? Но зато она отыгрывается максимально эффектным превращением с расплёскиванием своих волос по всей округе. Всё равно. Но это обидно. Где она? Дважды воду и ни разу землю. Можно было там и земли, и чё-то там. И земли лихой забор. И земли лихой бугор. Зачем лихой обязательно? И земли большой бугор. И волны лихой прибой. Давай большой бугор. Давай. Земля! Я думал, серия называется «Спасение повстанцев». Бланк похитили. Ну, Бланк технически тоже повстанец. Где спасение повстанцев? Ну, вообще какая-то для конца сезона какая-то скучная серия. Растянутая серия? Не, ну не то, что скучная, просто как будто... Мне скучно, сориал. Мне сказали, что будут спасать повстанцев. Я чувствую себя обманутым. Где повстанцы? Может, его захватили? Вот, бедный. Остался прикрывать отход. Бланк? Куда делся мой друг? Как это вышло? Какое пузечко. Че, че, нет гипотез, как это получилось? Нет, я думала о том, как это мило, чтобы он ждал, чтобы Калеб назвал его другом. И чтобы получить подтверждение, что он его любит. Это так хорошо. Почему все умерли? Любят, сильно сказано. Думала, терпеть не может. Парни, не поймешь. Морпионы! Морпионы? Это как скорпионы, только морпионы? Да, они меняют буквы и немножечко вид. Я, типа, в Меридиане мой знак Зодиака морпионы. Я морпион. А мои, типа, бланки. Морпионов сегодня ждет легкий день. Отличный день для знакомств. Приготовим блюдо! Какая она красивая! Да, очень. Но реально она становится все... Она поджарила морпионов. Это выглядит как просто очень вкусный краб. Ну ладно. Ай, больно! Что? В первый раз нам показали ранение чародеек? Ну, укус скорее, да? Так они же непробиваемые. Я не помню, почему мы с тобой сделали такой вывод. Ну, потому что их шатало по стенам, и здесь ничего с ними не случалось. С них позвоночником, костями. И кожей. Укус это другой немножко. Помогите! Страшницы! Судьба подарила нам второй шанс. Второй, Седрик, ты считать умеешь? Второй? Блин, может, 350 второй? А почему они ушли? Почему Бланка не забрали? Морпионы помешали? Или они передумали? Может, Бланк как-то закопался, они его не нашли, убежали. Такое ощущение, что мы какой-то серый упустили. Да. Потому что я не понимаю, почему шатается Седрик вокруг со стражниками, что пытается найти. И как выжил Бланк? Тарани! Эй, Тарани! Что с ней такое? Это укус. Она оправится после суточного сна. Суточного? Без нее не выручить повстанцев. Помогите! Ага, как же. Калик, он ранен. Он из стражи Фобоса. Это наши враги. Возьмите меня с собой. Фобос не щадит своих раненых. Он просто убьет меня. У нас своих забот по горло. Сюда идет стража. Мой отец томится в казематах. Я пойду туда. Ты с тобой, Драг Бланк? Ай, я на секунду подумал, что они его оставят. Все нормально. Это я зря. Нет, сразу взяли. Я реально не понимаю цель этих стражников, когда они уже улетели. Они такие. Какие милашки. Мама запретила домашнюю живность, но она ничего не говорила про двухметровых гуманоидов. Похоже, он серьезно ранен. Я прошла курсы первой помощи для болельщиков. Извините, а кем он ранен? Бланком или морпионом? Мне кажется, что они одинаково укус получили. Потому что... Он не уснул сразу, как Тарани. Ну он большой, сильный. А то девочка. Ну может быть. Чуть-чуть поменьше. Яд быстрее растекается. Может быть. Слушай, его зацепило копье, а не пум-пон. Тара, не в твоей комнате под ключки. Ладно, мы отведем его в прачечную. Хорошо, нет. Объясните мне, чье копье? Чье копье? Там был только бланк? И Калеб. Калеб ушел, остался бланк. Но ведь это буквально следующий день после нападения. Это буквально на следующий час или следующие полчаса. Нет, я говорю про то, что когда засосало всех повстанцев дерево, возможно остались некоторые... Слушай, он сам сказал, Фобос не щадит раненых. Если бы он до этого был раненым, его убили бы, а не отправили бы еще на какую-то бой. Ну может он шкирился здесь по болоту. Какая-то хрень, не знаю, непонятно. Почему? Все совпадает? Нет, не совпадает. Он был ранен в бою. Да, Саш, там не было никого. Великое дерево Элли всосало всех друзей. Великое дерево было вообще в другом месте, где замок. А это какие-то болота. Очень похоже на те же самые болота у замка. Нет. Нет. Что происходит? Кто объяснит? Мы с Рубей ничего не понимаем. Почему это линецким чуваком нужно вообще? Для того, чтобы показать, что он тоже человек. Ну классно, блин. Он не человек. Прачечная. Это пыточная камера. Разве что заставит гладить. Но он очень хорошо ухаживает за своей бородой, несмотря на то, что он обычный стражник. Посмотри, как ровно. Ты не впечатлена, да? А я завидую. Что? Где это я? Ох, да. Очнулась. Здорово. Ты вчера обрезалась в воду. Бук. Нету никакого проявления яда. То есть они вообще в целом... Просто ты засыпаешь. Достаточно поспать. Как снофорное. И у тебя... А если поранить чародейку? Ты вырубаешься. Она регенерируется как росомаха? Какие процессы проходят заживление? Кстати, нам ни разу не показывали, если их ранить, что будет. Ну допустим... Да их ни разу и не ранили при нас. Стрелой попасть в руку. В лоб. В руку. Ну в руку. Что будет? Да. И как быстро это заживет. Ну в них очень часто стреляли. Но все никак не могли попасть. Да, они ловкие просто. Девчоночки. А предки звонили? Всего пять раз. Что сказала им? Ничего, миссис Кук. Я от морпионов убивать не должен. Шутка. Я сказала, что ты спишь. Как же ты долго дрыхла? Преследовали всю ночь. Вроде отвязались. Подожди, стой. Помнишь, в первых сериях вот основание замка было из камня? Или мне показалось? Нет. А сейчас оно стало основанием из дерева. Там появилась растительность. Нет, нам не показывали, что оно из камня. Это нам так казалось. На самом деле это просто дерево. Да? Как-то в корни пускает в землю. Это старый дед. Не нравится, да? Что? Что такое? Слушай, слушай. Что не нравится? Дед Бланка. Это не Дед Бланка. Это просто какой-то... Но технически они дед и внук. Кто это? Зиг. Твой родственничек? Зигзагный проводник. А разве бывают другие? Какой проводник? Зигзагный? Зигзагный, я не знаю. Ну, какой-то плохой проводник. Вилл? Мам! Секунду! Ах, прости. Что должна подумать мама, когда... Вилл? А сейчас мама! Вилл, ты заперлась в кладовке? Я проверяла замок. Вдруг мы заведем собаку. Она придет с грязными лапами, а я тут стираю. Все испачкается. И замок сработал. Собаку. Я ведь даже Соню тебе не разрешила. Мам, клянусь, мистер Хогглс сейчас у Ирмы. Правда, миссис Вэндом? Ладно. Кто тогда съел пять килограммов корма для грызунов? А я съела. Говорила ей, лучше чипсы. Тайнар, эта еда не для людей. Не понимаю я ваш мир, но вижу, что он не такой, как нам говорили. Я хочу стать одним из вас. Я покажу проход в замок. А как ты станешь одним из нас, чувак? Он решил им помочь, потому что поел корма? Нет, он решил помочь, потому что очень давно устал так жить. А корм ему лишний раз напомнил о том, как ему хочется все изменить. Но у нас даже не устраивают на работу тюремных... тюремной истории. А тут... А тут... Меридианец. Стражник. Джек ушел. Можно спускаться. Вновь попробуем через ров. Бланк, куда хочешь, закалим. Будем считать, что они разыскивают лаз для того, чтобы вытащить повстанцев. Да. Другого объяснения нет. Видимо, мы прослушаем. Так и есть, так и есть. Прекрати, ладно. Тебе не к лицу преданность. Не трогай! Бланк! Это дерево живоглот! Че там еще есть? Наверное, перед тем, как лезть на дерево, надо же озвучить, что это дерево живоглот. Ни в коем случае не сдираю оттуда всякие плоды. И в пещере чудес Абу Прибе предупредили, а здесь нет. Аладдина, да? Ну да. И Абу заодно. И Абу заодно. Ну да, да, да. Выше! Выше! А я куда лезу? Ага! А ну, гри свои грязные кофе! Земля! Я почему-то в контексте Корнелии подумал о корнях про пробор. Типа, убери свои грязные корни. А, да! Типа, помой голову! Да, 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 да. Не на ту стражницу напал, пустик! Она его засасывает внутрь. Потрясающе! Спасибо, спасибо! Хотя, эй, кали мне в ланг дверей. А он что тут делает? Ну, Тайнар обещал провести нас через лабиринт к темницам. Как же, купились. Ты должен верить мне. За службой в обусу покончен раз и навсегда. Он все равно убьет меня. Тяжелый! Все, я понял. Мне нравится Тарани. Хайлин был хорошим выбором. Да, я все еще понимаю, почему это было сделано. Я был молод, глуп. У меня были свои ценности. Сейчас, по прошествию почти целого сезона, я, наверное, могу объявить свою новую любимицу. Это будет Тарани. Такой очень желтый пресс. Александр объявился, как этот человек. Официально заявил, что теперь... Остальные стражницы отвлекут охрану. Нет, Александр Нестеров объявил имя своей новой пассии. Вот это из этих... Официально заявил. Обид тайна, но можно я не стану раскрывать весь план. Есть фотографии. Я не убежден, что ты не засланный шпилом. Они опять... А, нет. Сюда. Узилище над нами. Что я знала? Знак, что путь наверх свободен. Мик, это Калеб. Калеб, пожалуйста, застынь. Калеб, Калеб, там спит. Огранчик Калеб. Меридиан, люди Меридиана тупые. Да, это нормально. Это нормально, это же Меридиан. Отец. Ну, что ты делаешь? Ну, в самом деле, пусти. Это я, Тайнар. Я был на той стороне. Меня накормили, перевязали раны. Все, что нам говорили про землю, это ложь. Нет, нет, нет. Все, что говорили про нашу землю, чистая правда. Ты просто попал не к тем людям. Если бы ты попал... Все, что говорили про чародей, ложь. Да, 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 да. Так что, если бы ты попал хотя бы на одну из станций метро примерно в час или в два ночи, ты бы открыл бы конкретно. Ночи? В час пик. Зачем в час пик? Там просто менты всех загребают. А, в час... А, ты про это? Конечно. Там же рейд по всем бомжам идет. Да, да, да. Передай другим, когда мы уйдем. Ни хрена себе, он одной рукой эту железную огромную штуку вот так вот открыл. Да, он очень сильно. Да, окей, окей. Или там настолько меридианско-хорошо смазанные петли, что там хватит касания ребенка, чтобы ее толкнуть. Да, да, да. Недооценивайте меридиан, пожалуйста. Ого! Какие стрелы! Я реально думаю, это круто, такую стрелу запулить, да? А это же с доводкой. Ты можешь выпустить эту стрелу, и она доползет. Вот, это как стрела самонаведения, только стрела самодоползания. В каком-то сериале была стрела, которая найдет свою цель сама. Ты ее стреляешь, она в Белоснег... Ой, в этом... Однажды в сказке. Да. Было-было. И прошло. Твои друзья становятся на Зое, или вы? Что за сила у Элион? Она как Корнелия. Она, типа, может все. Да. Она может управлять сейчас, как нам показали, водой, и может управлять землей. Воздухом. И воздухом. Нам только огонь не показали. Но мне кажется, она сейчас их подожжет. Почему и нет? Что? Почему их четверо? Обыскать подземелье! Спустить трудно. Я не успею перенести пленников. Почему ты мешаешь моему счастью? Спастик, почему не оставишь покоя? Элион, выпусти нас отсюда! Нет! Я хочу разобраться, что вам нужно! Мы должны выбраться! Ладно, мы тебя переборем! Может вы ей расскажете, а не будете его перебарывать и говорить, отпусти нас, отпусти! А, что бы ты сказала? Твой брат абьюзер и ублюдок! Да! Держит тебя здесь и обманывает! А в чем конкретно обманывает? Он на самом деле что? У нас есть доказательства, что сомнения, сомнения постелить в ее сердце, что у нас есть его книга желаний, который он все писал! Мы можем тебе доказать и объяснить, что он врет тебе! Вот так вот, я бы сказала! Ну, в целом, неубедительно! Я бы тебя поджег бы! Ну, это бы все равно вселило в нее сомнения! А так, они только, ну, типа, подтверждают то, что они зло! Вода! Ну, они нападают на нее! Надо прыгать! Что? Бланк остаться! Фобосу компаньон нужен! Да я не сивил! Она успеет! Вперед! Куда они прыгают? В портал? Нет, не портал. Есть всегда вода под этим замком. Да, непонятно, где там есть вода. А при чем здесь Уилл? Я думала, она портал откроет, а не туда прыгнет. Я так... А, ну вот. А он еще туда полез? Ну, решил за ними шпионить. За контрабандой. Шпионить, он же шпион. Нет, он... Только какая вероятность, что они его с собой там не обнаружат? Ну ладно, посмотрите. Смотрите, это невероятно! Куда они столько сопротивления спрячутся? Под мостом будут жить? Да, бомжевать будут. Слушай, они и так бомжевали в своем мире. Да я не против, но он жарих, что они там есть. Собачий патруль. Палин, земля прекрасней, чем ты описывал. Ха, а что за еда? Так может быть перед отправкой в заветный город устроить вам хороший обед? Да! Это бы не помешало! Привет. Привет. Ну и как там мистер Хогглс? Блин, он как этот, эмо-бой. Так он и есть эмо-бой. Неплохо. Не нравится такие парни? Вообще, знаешь, они как... Честно, она как Аня из Ранеток, а он как какой-нибудь Матвей или как его звали... Нет, как его звали? Ну, короче, какой-то... Не Гуцу, а этот. Короче, какой-то из ее пацанов Анины. Он вроде бы... Не знаю, как он, я его отдала. Не потому что он мне не понравился, просто мама заставила. А я отдала его на время Ирме, так к нему привязалась и не хочет возвращать. А я не могла сказать, ведь ты мне... Я нравлюсь. Не верится, что сказал. А мне не верится, что делаю это. Ё-моё, как мне стыдно. Ты чё? Ты чё? Тебе стыдно? Нет, это очень мило. Это очень мило. Тебе триггерит? Ну, скажи, что тебя триггерит, что ты точно такая же. Не-не-не-не, вот точно не это меня триггерит. Ну, что ж тебя так сильно раздражает? Как раз бы не делала. Не знаю, что ты триггерит. Не испытываешь чувства милоты. Мне кажется, это очень мило, что он вообще озвучивает. И она пошла навстречу. Первая музыка стрёмная игра. Какая же токсичная, простите. Неплохо, неплохо. Когда Корнелия целовалась, тебе нравилось. Ну, там реально было круто. Хотя, подожди, стоп, там в губы они не целовались. Ты такие моменты? Ну, там такие моменты. А, да, там просто щечку. Там просто какой-то накал, блин. А тут, ой, тут мне не понравилось. Изменялась. До сих пор как-то неприятно. Чё за спасение повстанцев? А, всё, они спасли. Они их спасли. Не, честно, честно, можете закидывать меня ко мне. Но как будто бы для 24-й серии, когда их 26, да? Скучновато. Не то, что скучно. Ладно, если как-то проблема решится охрененно за две серии каким-то чудесным образом, это будет суперкруто, я заберу свои слова обратно. Как будто они начинают конкурировать уже с H2O, где конец сезона нам так интереснее, чем вся остальная часть. Но здесь всё интересное размазано на протяжении всего сериала, так что не могу сказать, что это драма 8-й серии. Нианс какой-то миссии Калеба. Миссия либо удается, либо проваливается. Они случайно встречаются с... Назови её имя. С Элеон. Элеон такая, какие же вы тварюги. Энтки, нет, Элеон. Ну, типа, вот, какая-то такая... Мердусобочек какой-то происходит. Они опять возвращаются к себе, и всё хорошо. А Элеон опять у себя в этих каких-то своём обмане. Я уже видела эту серию. Вот, вот, я поняла, что мне не понравилось. Я эту серию уже видела. Просто другими... Да, просто что-то, ну, в целом, было по-другому немножко. Вот это меня расстроило. Можно ли назвать это халтурой? Не то, что халтура, нет, не хочется вообще обсирать. Было интересно, да, но... Ощущение дежавю тебя не покидает. Я, в целом, разделяю абсолютно всё. Я впервые за это время скажу, что я не понимаю, что я чувствую. Я вроде бы ничего действительно нового для себя не обнаружил. Хотя повстанцев обещали спасти, и повстанцев спасли. В общем, пишите, что думаете. Потому что, мало ли, что мы думаем. Вопрос ещё в том, что вы думаете. Если вы видите, что эта серия как-то по-особенному раскрыла персонажей. Как-то по-другому перевернула ход игры. Развернула доску событий. И теперь для нас каждый персонаж немножечко лучше. Напишите, с какой стороны. Потому что я хрен знает, с какой. Ну, единственное, что новое произошло. Один из стражников обратился в сопротивление. Окей. Ну, а как же поцелуй Уилл? Ну, это же не основной сюжет. Он как бы и не долг. Сюжет же не про это. Прикол в том, что нам никак... Да, нас вели постепенно к этому. Но ты права. Там ни напряжения нет, ни накала. Он ей нравится, она ему нравится. Как бы, а в чём проблема? Это же нормально. Вот они поцеловались. Весьма закономерно. Интриги нет никакой. Соответственно, за этой любовной драмой наблюдать не интересно. Хотя, если сравнивать, конечно, с Корнеллией, то там, да, там немножечко повеселее. Сюжет есть. За что зацепиться? Ладно, пишите, что думаете. В любом случае, это будет интересно почитать ваши мысли. Будем смотреть 25-ю и 26-ю в ожидании того, что произойдёт какой-то, я не знаю, замес чуда. И будем ждать второй сезон, потому что... Вы уже просто заколебали. Вы все сказали, что он лучше, я почему-то вам верю. Я тоже. Потому что там появляется женщина, похожая на Рубину. Да, да. А это... Только потому, что у неё такие же волосы, как у меня. Цвет, причём даже не длина. А не объяснили, почему она тебе похожа? Не знаю. Я, по-моему, даже загуглила. И она, ну, типа, просто... Ну, она красивая. Мне очень понравилось, что... Кто-то меня ассоциирует с ней. Мне очень приятно. Но у неё просто очень длинная. Ты что, спойлерила? Нет, просто посмотрела на внешность. Очень длинные чёрные волосы. Такая, понятно. Круто. Пока. Да пока, пока. Пока. До свидания. Да всё уже. Разошлись. Отдохните. Попейте воды. Мы тоже пойдём отдохнём. Я проголодалась уже.